Мне так грустно, что хочется расковнодзорнуться, что мне так грустно, что 2009-2008-2009 год в художественном училище, все что там было, кажется мне фонтаном, ручьем, источником изобилия жизни, а теперь полное увядание, пустыня вместо жизни, полная пустыня вместо жизни, полная пустыня вместо жизни, потерял девушку в 2018 году, в 2017 она приезжала, в 2018 она не приехала, но мы переписывались, на этом все закончилось, и так 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, все эти годы я один, все эти годы, никаких отношений, ни с кем, ничего, просто пустота, серая пустыня, если на выжженной земле еще может что-то вырасти, то серая пустыня просто, серая пустыня, бетонный саркофаг, бетонный бункер в пустыне, бетонный гроб у меня, поскольку у меня нет в душе обиды на кого-то, на бывшего друга детства, что лишило меня зрения на левый глаз, и так далее, поэтому у меня нет противоречия, чтобы раскомназоваться, и не надо им умстить, мне все равно жаль, что мама, когда узнает, что я сбросился, что она подумает, жаль, что я остался неудачником, так и не реализовался, ничего, что она хотела, чтобы я нашел женщину, чтобы я создал семью, а так и не дождалась этого. Я нарисовал до тех пор, пока не закончились материалы для рисования, наждачки и черный уголь в виде прямоугольных карандашиков, не карандашиков, а таких прямоугольных, удлиненных палочек прочных. Если я вернулся назад, я бы мог учиться в этом художественном училище, проклятом, и чувствовать, что я живу, хоть в каком-то смысле живу. Там даже была девушка, которой я нравился, просто они обычно здесь очень грубые, особенно в Красноярске, то, как они, там были даже не одна девушка, которой я нравился. Я все просрал, проебал, я просто ничтожество, я просто все в жизни потерял. Господи, прости меня, что я за идиот такой, просто все потерял. Я бы мог учиться. Я бы мог, у меня была бы девушка, которая действительно хорошая, молодая, и которая действительно здоровая. Она бы помогала мне рисовать, там, где у меня не получается. Я бы окончил это проклятое училище. Ах, я все потерял. Я думаю, что, что я потеряю, если я спрыгну с крыши, осуждаю, не одобряю, нужно жить. Я не знаю, я не знаю, я думаю, что еще дальше может быть в моей жизни, кроме работы дворником, каждый будний день. Это смелство не в том, что работаешь дворником, в этом нет ничего плохого, просто все. Жизнь прошла, я потерял все самое лучшее, не застал. Прошло мимо меня, оно потерялось. Я чувствую себя так грустно и за окном. Зима, серость и холод. Так грустно. Если я вернулся назад в 2015 год, когда мы были с девушкой, я бы все отдал, чтобы вернуться в то время, я бы пылинки с нее сдувал. Мне бы только доставлял. Я бы даже не знаю, я бы даже не занимался бы с ней любовью, потому что я бы занимался более высокими вещами, отношениями, какими-то рисованием или не знаю чем, но не этим сексом. Я бы просто постоянно демонстрировал свою любовь к ней и уважение, и почитание. И за смирением принимал любое. Знаю, что в парах ссорятся постоянно из-за мелочи. Ну, это обычное дело, когда в парах ссорятся. Я бы воспринимал это со смирением. Ну, я и так воспринимал это со смирением. Но я бы воспринимал это в миллион крат со смирением. Миллион крат со смирением. И как бы на это не обижался, и сомневался бы в том, что она меня любит. Как же мне плохо сейчас. Недолго мне осталось, на самом деле. Недолго. Примерно. Если не заберут на фронт, то все равно мне останется. Примерно. Не знаю. Недолго. Никакой. Да там и никаких. Никаких. Там ничего. Там ни пенсии не будет. Ничего. Да это не важно. Важно в том, что я ослепну, и поясница. Хрящи в пояснице окончательно разрушатся. Рано слишком рано, и... Мне будет легче русскомунадзорнуться, чем терпеть эту боль. Все потерял. Столько лет. Когда я первый раз влюбился, 15 лет мне было. 15 лет, 16, 17, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Столько лет. Никакого. Ни поцелуя, ни секса, ничего, ни любви. Ни отношений. Так, я все потерял. Я сейчас покажу, что я нарисовал. Но это не важно. Никому это не интересно. А в церкви Еврейка Александра. Красивая Еврейка Александра. Презирает меня, как фрика, мне кажется. Она думает про себя. Но мне так кажется. Или как к ребенку, к какому-то трехлетнему, по интеллекту, к уровню относится. Еще там есть Еврейка, светловолосая. Красивая. Похожая чем-то на Федору, только красивая. Я забыл, как зовут. Прабанщица. Она больше не общается со мной. Они не общаются. Потому что я фрик. Кто я в глазах этого общества. Просто сумасшедший. Сейчас покажу, что я нарисовал. Без очков я ничего не вижу. Смотри, я похож на Талина, да? Ну, если поставить меня, и Талина, и еще того чела, который родил 10 детей, и которого жена заказала в Трукрам истории, то среди нас, самым чмошным, то есть мы с Талином будем этими титанами по сравнению с ним. Он такой чмошный. Ну, это чел с Западной Европы или с СШАшки. С Сашайки. Его жена стала блогершей и наняла киллеров, чтобы захуярить его, чтобы получить деньги с него. Ну, какие-то, или что там, или просто. И там были такие характерные СШАшки, которые характерны те, кто занимаются убийством белых. таких чмошников, как он. Я просто видео видел там 2-3 секунды, и я впечатлился. Такого чмошника я не видел еще никогда. Сейчас покажу свои рисунки. Это грустный художник. Полностью грустный. Я таким был в Красноярске, когда учился в Суревском училище. Это отчисленный или обесцененный художник. У меня все размыто перед глазами. Это Лев Николаевич Мышкин. Добрый, незлобливый. Это страх, ужас и просто скорбь. Это господин Галяткин. Из произведения Достоевского «Двойник». Главный герой. Это тоже он. Господин Галяткин. Чувствую себя так одиноко и грустно. Чувствую себя так одиноко и грустно. Все материалы рисования израсходованы. Поверхность, на которой рисовать, израсходована мелками. Поверхность, на которой рисовать, израсходована. Поверхность, на которой я рисую мелками, израсходована. Сухими мелками, израсходована. Сухой пастелью, израсходована поверхность. израсходованы израсходов сегодня будет собрание в церкви там может быть будет александра а может быть будет и барабанщица светловолосая похоже на федорову но красивая они не обратят на меня внимание потому что я просто никто они еврейки а я гой а может быть я тоже еврей выкрест получается я не знаю блин я настолько тупой что не мог найти себе девушку в этом училище художественном в 2008 девятом году когда там девушка даже грудь оголяла передо мной даже было там я действительно нравился тогда я был красивым и я настолько тупой и она бы просто мне то есть мне бы даже не надо было гомосексуальную связь какую-то иметь чтобы тот кто рисовал мне чтобы меня не очислили как там происходит бывает а гетеросексуальная связь могу иметь я бы мог иметь гетеросексуальная связь даже с этой с одной там там все многим девушка мне нравился я настолько тупой что не мог ни с какой из них замутить черт возьми какой я тупой а теперь я стал уродливый стремный грубые черты лица грубые я стал старый грубые никому не нужные я потерянный еще и жирный я никому не нужны все прошло и и одухотворенность глазах прошла потому что я стал с тех пор как девушка бросила в 2018 курить бухать и так далее какой же я тупой я мог бы окончить училище и институт я помню даже когда на курсы института ездил я там понравился одной девушке так что она просто офигевал ну и меня это пугало они не могут потом ну ведь они не могут просто сказать ты мне нравишься давай встречаться они не могут так сказать здесь в россии так не принято тем более да вообще в россии давай встречаться ты мне нравишься просто спокойно сказать не на не агрессивно не жестко там столько было девушек которые ко мне прямо буквально садились на меня я сидел в библиотеке 1 села прямо на меня и как давай она прямо села на меня меня садилась на меня и как давай и меня это испугало черт возьми а я так хотел любви но я при этом я даже стихи выучил наизусть классиков шекспира и прочих о любви и читал ей но я так испугала потому что я тупой испугала когда села на меня и смеялась на когда я читал стихи потому что я не знал что когда девушка смеется это проявление любви и что и на я что и нравится я тупой черт возьми я тупой и никому было меня научить как с девушками общаться не отцу не отец не соизволил меня научить не мама никто никто черт возьми единственное в 15 лет что мне дала мама по поводу девушек это гранатовый браслет куприна прочитать вот эту полную хуйню блять который ничему не научит кроме полного полного депрессника и пиздо страдания депрессника и куколдного пиздо страдания там прочела браганатовый браслет куприна это прочела который просто просто загасился и слал письма в той в которую влюблен влюблен был она даже не знала кто влюблен то есть эта история про аутиста полного аутиста дебила который просто ничем не закончил никакого примера взаимоотношений с девушками я не видел никогда я видел в детстве что на тренировку прихожу 10 классе там девушка сидит на парне я буду почему почему он я вот один а он почему девушки пригляд интерес другим парням а ко мне нет и я ничего не мог себе ответить на этот вопрос я чертов неудачник и я полностью вот например кстати вот этот король принцелов как он там безупречный прикрыл прекраснейший как он там себя назвал поднебесный ну то есть самый величайшим он себя назвал вот такие вот он знает как развести девушку на секс там все такое он я его не осуждаю просто мне все равно его даже если бы он был моим отцом он бы научил меня как общаться с девушками как с ними отношения строить как заниматься любовью черт там было даже с лизой я пошел в этот лес в поход и мы сидели у костра вместе в то время как инфи ее ебал еще до этого и она бросила его и она решила со мной но я не стал ее ебать потому что я конченный деградант дурак идет просто идиот я просто идиот блять конченный идиот блять я конченный идет там была еще одна девчонка которая со мной встретилась гуляла по лесу на ролевке я даже не поцеловался не начал целовать ее хотя она готова была но я просто тупой идет она потом сказала что я художник дурачок она за спиной мне это сказала просто я действительно художник дурачок после дурачок я должен был ее массать за задницу целоваться с ней ради этого она меня в лес позвала где ролевка проходила но мы одни гуляли как это свидание было и я просто все про и про просто просто это просто пиздец это каким надо быть идиотом господи какой же я идиот какой же я идиот не с одной девушкой какой же идиот господи как можно как так можно ни с какой жизнь совсем другая жизнь совсем другая в параллельной вселенной где я умею общаться начаться и делать какие-то там не знаю что чтобы девушка которой я нравлюсь чтобы заниматься чтобы удовлетворить то что она хочет от меня черт возьми это просто пиздец какой же это позор нету более ничтожного чем я рисую свои рисульки я рисую свои рисульки я рисую свои рисульки никому не нужны сколько время скоро церковь скоро в церкви кому не нужны я везде теперь я полностью отчужденные никому не нужны и когда я рисовал этот пейзаж на весь двор им нравилось всем но сам я был никому не нужны я был для них странный просто сам по себе потерянный я был чести лище теперь они говорят не связывайтесь с ним он шиз у него не дуг он шиз не связывайтесь с ним он шиз в глазах общества его место в дурке пишут мне Все так пусто и размыто Настолько размыто, что ничего не видно Почти что нет зрения О чем ты можешь мне говорить Если я ничего не вижу Если я почти что слепой О чем можно говорить слепым Что какие проблемы можно решить Слепого Фактически слепого на 99% Если проблема нерешаема Слепота неизменяема Неизлечима Черт возьми Я ничего не вижу Без очков я ничего не вижу Полностью все размыто Не вижу ничего Ничего не вижу Только огоньки этих светящихся фонарей Даже огоньки этих машин Фар Они яркие Но я их еле вижу А светящиеся фонари Они просто Очень размыты Максимально размыты Они как какие-то Не знаю даже с чем сравнить В них видны Какие-то гранулы Они состоят из множества гранул Из точек А промежу них Тьма Я на самом деле Нуждался в девушке В женщине Но Жизнь этого миновала Все 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 прошло Я рисовал один В этом училище летом На пленэре Один сидел Рисовал Один Она посмотрела на меня С такой надеждой Но я ничего не мог сказать Я не знал что сказать Я не знал что сказать Я ей нравился Я не знал с чего начать Что сказать Я ничего не знал Все прошло Все потеряно Если бы я сейчас взглянулся Может я бы сказал Ты Можно познакомиться Мне Интересно Ты Ты мне интересна Можно познакомиться Пожалуйста Пожалуйста Можно подружиться Познакомиться С тобой Я бы так сказал ей Когда она на меня Так посмотрела В этом Когда мы ехали В автобусе Назад Из училища Одна из Самых лучших Девушек Которая была Влюблена в меня Да И когда я учился На связи с общественностью Один курс Там тоже были Влюблены в меня Девушки То каким я был Аутистом Замкнутым Это не описать То какие там были Сексуальные Высокие Красивые Девушки Это не писать И как они говорили мне Какие слова говорили Намеки Просто я тупой Еще из фильма Вот Персонаж Тупой Еще тупее Даже персонажем Из фильма Из фильма Тупой Еще тупее Девушки Не говорили Таких намеков Как мне говорили Даже в этой Ебаной школе Были девушки Которые были Влюблены в меня Это просто Пиздец Это я Хуже Тупого Еще тупее Из этого фильма Я просто Конченый Конченый Деградант Аутист Идиот Я Больше нету Ничего Никакого Шанса Для меня Все Поздно Все Поздно Конченый Идиот В Москве В 2014 Девчонка Была так Влюблена В меня И Москвичка Которая Занималась Наукой Работала В научном Центре Высшее Образование Я мог Жениться На ней Спокойно Конченый Я Идиот Я Каких Еще Каких Вообще Не сыщешь На свете Еще Я Слепошарый Еще Я Слепой Конченый Я Идиот Конченый Я Идиот Конченый Я Идиот Никто Мне Не Поможет Никакой Бог Мне Не Поможет Никто Мне Не Поможет Я Настолько Идиот Что Я Все Я Не Знаю Я Не Виноват В В В В В В У Меня Не Было Отца Который Научил Меня Не Было Кого Мой Брат Полная Моя Противоположность Двоюродная У него У него Всегда Есть Девушки Он Лишился Девственности Когда Ему Было Там Еще Сколько Лет Там Очень Мало Такие Люди Обычно С Высоким Айкью Я Я Конченый Идиот Столько Девушек Было Ни С одной Не Мог Ни Поцеловаться Ни Обняться Ничего Просто Конченый Идиот Мне просто Стыдно За себя Мне все равно Я Мне недолго Осталось Осталось Недолго Просто Конченый Идет И ничего Не вернуть Назад Ничего Не вернуть Назад Эти Рисунги Ничего Не изменят Ничего теперь она всегда один и чего не изменится ничего эти рисунки эти рисунки ничего не изменится эти рисунки сколько бы я ничего с битцом Субтитры сделал DimaTorzok 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 ладно продолжаем жить работать и рисовать все время один а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ничего не вижу ДимаTorzok Ничего И все, что изменится Это то, что В следующем Году Когда будет Всеобщая мобилизация Меня заберут просто Скатанут 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 этот Автомат С двумя рожками И скажут Иди штурмуй И когда Захватишь Заберешь у них Патроны И оружие И старежи Я просто сдохну На этом просто Все закончится Потому что Я побегу вперед Я ничего не вижу Просто пуля в голову Или В живот Прилетит Я буду умирать В муках Я просто буду Лежать И умирать В муках В снегу Вот и все Вот и все Чем закончится Моя жизнь Я не осмелюсь Ослужиться Приказа Главнокомандующего Кому было Интерес Отможество После военного Немецкого Художника Ни одного Не было Интерес Когда Я разделил Территорию Соединяться С Китаем С Африканскими Некоторыми Странами С Ираном Китаем Альянс Создадут Разделят Территорию Западный мир И на Китайский мир Индустский мир И Некоторые Африканские Страны И Иранский Иран Союзник И Северная И Северная Корея Союзник Я осталась По ту сторону Где Китайский Союзник Иранский Союзник Северная Корея И прочее Удивительное Государство Где Где Таким Вообще Нет места И Моим Моим Картина Нет места Железный Купол Просто Серная Корея Будет Кому Будет Дело До Русского Художника В западном мире Где Ценится Искусство Хотя Все это Можно Просто Забыть Если Росковназорился Если Росковназорился То Все это Исчезнет Уже Не будет Иметь Никакого Значения Ничего Никакие Трудности Никакие Картины Уже Ничего Не будут Иметь Значения Ничего Не будет Иметь Значения Никакие Воспоминания Никакие Чувства Ничего Все Никакие Воспоминания Ничего Ничего Продолжение следует...